Беларусь-1 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 Поэтому я думаю, что, имея опыт, знания, главное, энергию, эта комиссия сможет выполнить поставленные ей перед Центром избирательного задачи и обеспечит организацию избирательного процесса на самом высоком, самом достойном уровне. На минулым тыдне на Международной универсальной выставе «Экспо-2015» в Милане прошли Дни Гомельской области. У складе делегации нашего региона, начале со старшиней Аблы-Канкама Владимиром Дворником, находились керовники райвы Канкама и буйных предприемств в области, а так само представники бизнес-колов, которые провели официальные перемоги с итальянскими партнерами. Выником визита Гомельской делегации в Италию стало подписание широкого погоднений об супрацовнестве. Конкретные домовленности были досягнуты помеж Рогачевским молочно-консервовым комбинатам итальянской компании «Мир Италия». Патрух на керунках об развитии супрацовнества с итальянскими партнерами домовились на Гомельском тлушевом комбинате на Гомель-агрокомплекте. Сродной больше значных выникал так само подписание погоднения об реализации инвестиционного проекта по межадминистрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, Гомельским отделением Белорусской гандлево-промысловой палаты и итальянской компанией «Фо-Консалтинг». Для того, как замоцовать белорусско-итальянские стасунки, плануется организовать в четвертом квартале бегущего года визиту-отказ на территории Гомеля. Протягивается активная праца аграре на палетках в области. По оперативных даденных на сегодняшнюю ранницу в господарках Гомельщины убрали амаль пятый участок зерневых и зернебобовых культур. На молот сбожжа зараз складая около 140 тысяч тонн. В среднем день аграре убирают около 5% палетков. Управнание с минулым тыднем крыху выросла средняя ураджайность 21 до 23 центнеров с гектара. У лидерах пана молоту зерни по ранейшему аграре Рогачевского и Речицкого районов. Самая высокая ураджайность у Добружским – 32 центнеры. По темпах уборки першая знову же у Рогачевским и Речицким, а так само Хойницким районах. Тут убрана больше за четверть палетков. У Гомельским державным университетом имя Франциско Скарыны сегодня подведены выники уступной кампании на бюджетную форму навучения. Студентами Галона и ВНУ региона стали амаль 600 абитуриентов, а самой запотребованной специальностью оказалось правознавство. Конкурс на ЕС клав 18 человек на место. Иншая подробности у репортажа наших корреспондентов. У лекцийной аудитории напруженная тишиня. Отказный секретарь приемной комиссии оповещает выники залечения на бюджетные места дзенной формы навучения. Называется «Колькость местов, принятых абитуриентов» и «Проходный бал». Одразу после этого в очи одних светятся радостью, у других считается расшарование. Агульная картина довольно оптимистичная. Невеликий недобор отрымауся только по специальности «Лясная господарка». На три бюджетные места обвещанный додатковый набор. В целом мы удовлетворены результатами этой кампании. Все бюджетные места заполнены. Причем, если судить по проходным балам, эти проходные балы, как правило, по всем специально выросли в сравнении с прошлым годом. В целом, как уже отмечалось в прессе, результаты тестирования в республике стали более высокими. Самый великий в этом году конкурс на правознауство. На одно навучальное место претендовали 18 человек. Проходный балл 339. Вучиться на юристов за кошт бюджету будут только двое студентов. Высокий рейтинг и у экономичных специальностей. Колькость бюджетных мест на их так само обмежеванная. Зрешто и гуманитариям пришлось нелегко. Зараз уже студентка Вольга Шаповалова будет выучать замежные мовы. По выниках тестирования она набрала 260 баллов. Отрималась и навод крыху больше, чем спотребилась для залечения. В принципе-то ничего сложного. Конечно, надо было изучить историю Беларуси, поэтому было сложновато. А так, в принципе, все хорошо. Тестирование пришло легко для меня. Ну, только что поступление ждало. Результатов очень сильно. Сироты, кто с надеей читая списы залеченных, батьки абитуриентов, мать и воли – не выключение. Самое тяжелое – это, наверное, ждать результатов. И когда мы услышали проходной бал и поняли, что у нас еще был запас, конечно, это неописуемая радость и восторг. Мы счастливы. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Ихар Марышченко, Телерадиокомпания «Гумель». На Новобелецком пляже Гумель отбылось и что годовое свято – День Нептуна. Для жихаров и гостей областного центра было подрихтовано шмат интересных сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны, показ пляжной моды, катание на банане, музычная водная феерра и многое иншее. Наши корреспонденты побывали в самом сердце этого массового и видовищного театрализованного свято. День Нептуна – яркое театрализованное представление, якое традиционно ладится в середине лета. Каждый год сценарий свято мая пелные одрознений и дополнений. Однако традиции его проведения застаются незменными в насыщенной культурно-забавляльной программе и позитивным веселым настрой его удельников. В областном центре аматоров свято воды, что год сбирая администрация Новобелецкого района Гумеля, по традиции для гостей ладится шмат цікавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны, импровизованный конкурс МИС, пляш и многое иншее. Кульминацией свято стало эффектное заявление с водных просторов Ракисош, Цараморов и заступника подводной стихии Нептуна и его свиты. Здравствуйте, дорогие друзья! Богня Птун, его женка Фицида, русалки, водяники и черти – головные дейючие особи свята. В основе театрализованного представления закладена старая морская традиция, сгодно с которой при пересочении суднами экватора капитан должен спросить во владара мороу дозволу на плавание в его водных уладаниях. У сучасный контекст святкования организаторы укладывают и другие идеи. Мы хотим рассказать детям о том, что вода может нести в себе как добро, так и может причинить зло. Сотрудники МЧС на нашем мероприятии расскажут, как с помощью воды они спасают людей, а сотрудники освода расскажут детям о том, что вода может нести с собой еще и опасность. Подчас свята старожитно-рымский, старожитно-греческий боги мороу Нептун и Посейдон вызначали, кто из них больше мощный и могутный. Дякуючи широку интересных конкурсов, в которых приняли удел гости мероприемства, перемогла дружба. Я, морской бог Нептун, поздравляю всех жителей города Гомеля с этим прекрасным праздником. Обещаю, что буду защищать вас на водных просторах, помогать вам в рыбалке, в путешествиях по морях. По правилах старой морской традиции, першим дать дозвол на пересечение экватора своих водных уладаний, у Нептун повинен охрестить мороков морской водой. Менавито тому свято было б неоповным безводной фиеры. Музычные водные эфиры продолжились всего несколько минут, однако уражение от яя, как и в целом, от самого свято. У гостей, здаяце, хопить до наступного дня Нептуна. Нам очень понравилось, было классно, шланг этот, было холодно. Мы все промокли и было очень классно. Много различных конкурсов было. Да, вот это доблевание вообще круто. Мне очень все понравилось, Нептун, конкурсы, было очень классно. Очень интересно, особенно когда много эмоций, когда многие люди бежали на фонтан. Праздник, я думаю, что удался. И погода вроде бы не подкачала, как бы нормально так все. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Игапанько. Телерадио компания «Гомель». У Гомельской областной универсальной библиотеки «Мя Ленин» отбылось открытие фотодокументальной выставы «Капитуляция Германии» май 1945 года, присвеченной 70-ю Великой Перамоги. Экспозиция подрихтована суместным Белорусским державным музеем истории Великой Ичинной войны и Германо-Российским музеем «Берлин Карлсхорсте». Она рассказывает, прободая самую важную подею минулого 100 года – подписание акта об безумовной капитуляции Германии. Документальные фотоматериалы дляустроивают историчный момент подписания капитуляции у Реймси и Карлсхорсте, а также атмосферу радости, что понавало в городах, которые были вызволены от фашистского прыгнета. Выстава также дополнена материалами Белдерж музея истории Великой Ичинной войны, которые иллюструют обстановку в Германии сразу после завершения боев. Советские солдаты в Берлине расписываются на Рейхстагу, а также современные фотосдымки исторических надписов, которые заховались там до наших дней. В Гомеле завершился летний кубок по мини-футболе сирода матерских команд. На протягу месяца 8 дружин взмогались за перемогу в турниры. С поборницей проходили пады гиды областного отделения Белорусской ассоциации мини-футбола. В среду дельников летнего кубка были и опытные команды аматоров, которые шмат годов выступают в чемпионате и Кубку Гомеля, так и новички. Для команды «Патриот» с поборницей стали дебютными. По выниках турнира она заняла шестое место. Однако неудалым таки дебют назвать нельхам. Это наш первый турнир в составе этой команды. Достаточно на среднем уровне идем. Хотели лучше показать результат, но, может быть, не хватило физической подготовки чуть-чуть. Ребята еще новые, некоторые вообще не играли, притираются к команде. Но, в принципе, результатом довольны. Сытно поесть, смачно перекусить и приемно провести час. У Гомеля открылся ресторан худкого обслугования «Бургер Майстер». И он разместился по адресу Привокзальная площадь 1. Наведывальникам тут пропонуют широкий пиролик разностаенных сэндвичей, салатов, закусок и присмаков. А так само горячих и холодных напоев. Под обязанностью наших корреспондентов. Это уже четвертый в Белоруссии, первый в Гомеле ресторан быстрого обслуживания «Бургер Мастер». Здесь в уютной атмосфере можно приятно отдохнуть и сытно перекусить. Меню ресторана способно удовлетворить запросы даже самого требовательного клиента. У нас есть сэндвичи с курицей, с рыбой, с говядиной. Огромное количество десертов. От кексов до мороженого вкуснейшего. Холодные напитки, горячие, прохладительные напитки. В наличии также салаты, закуски, гарниры и киндер-милы с сюрпризом для детей. Отличительная особенность ресторанов «Бургер Мастер» в качественном и быстром обслуживании своих клиентов. В приготовлении блюд здесь используют исключительно натуральные продукты. К примеру, мясо, а это стопроцентная говядина, готовится на открытом огне в сверхсовременной барбекю-машине. Оно получается не жирным, а значит более полезным. Здесь также действует современная система обслуживания без предварительных заготовок, где каждый заказ выполняется персоналом непосредственно по мере его поступления. Так, сделав свой выбор, клиент получает талончик с номером и присаживается на удобное место в зале, откуда может визуально отслеживать статус своего заказа на специальном электронном таблом. В среднем выполнение заказа занимает не более двух-трех минут. Уютный интерьер заведения, приветливый обслуживающий персонал и вкусная еда оставят у вас только приятные впечатления. Спешите посетить ресторан быстрого обслуживания «Бургер Мастер». Он разместился по адресу привокзальная площадь 1 и работает с 8 до 23 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель». И на этом наш выпуск завершенный. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова